Китайский дрон с гранатометами, робоповар DaVinci Kitchen, робот-кальмар, дроны-экстремалы, датчики для насекомых, космические новости и надувной электровелосипед. Все новости высоких технологий в одном выпуске. Дрон с гранатометами Сообщается, что он способен выполнять различные задачи, включая тактическую разведку и перехват в воздухе. Разработка китайской компании Harvard не отличается высокой скоростью, всего 65 км в час. Зато она способна противостоять ветру до 17 метров в секунду, летать на высоте почти 6000 метров, противостоять температурам от минус 40 до плюс 85 градусов Цельсия и находиться в воздухе до одного часа. Стартап DaVinci Kitchen из Лейпцига разработал роботизированный киоск, который самостоятельно готовит блюда итальянской кухни. Так, на приготовление пасты требуется всего 6 минут, на более сложные блюда – до 10. При этом устройство может одновременно готовить две порции, а после за 30 секунд вымоет посуду. Преимущество DaVinci Kitchen в его модульной конструкции. Его легко переоборудовать для приготовления салатов и блюд других кухонь мира. Киоски уже прошли испытания и поступят в продажу в начале 2021 года. Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего построили робота, похожего на кальмара, который может двигаться, создавая струи воды. Робот несет в себе собственный источник энергии. Он также может нести камеру для подводных исследований. Разработчики воссоздали все ключевые особенности строения кальмаров, которые они используют для высокоскоростного плавания. Это первый непривязанный кабелем робот, который может генерировать реактивные импульсы для быстрого передвижения, изменяя форму своего тела. Компания Shark Robotics разработала полезную нагрузку Shark для робота Boston Dynamics Spot, предназначенную для дезинфекции труднодоступных помещений. Робот Spot может обеззаразить до 2000 квадратных метров за 15 минут в больницах, на станциях метро, в офисах, складских помещениях и на других объектах. Shark состоит из 5-литрового бака и 12 форсунок для микрораспыления дезинфицирующих растворов. Эта система обеспечивает диффузию на 360 градусов. Уникальная мобильность Spot позволяет роботу обеззараживать помещение, перемещаясь по сложной среде со ступенями, лестницами и неровными полами, и избегать препятствий. Также Spot засветился в новом видео горной школы Колорадо, которая была одним из первых клиентов, купивших робо-пса у Boston Dynamics. На видео ученые впервые проводят спота по шахте школы. Корейский институт промышленных технологий показал новое видео своей разработки Roborocky RC2L. Интересно, что робот использует свою руку только для позиционирования, а саму сборку выполняет исключительно пальцами. Исследователи из высшей технической школы Цюриха в сотрудничестве с Intel разработали метод обучения нейронной сети, который позволяет дрону выполнять экстремальные акробатические маневры с помощью только бортовых датчиков и вычислений. Здесь есть две примечательные вещи. Во-первых, квадрокоптер может выполнять эти трюки на открытом воздухе без какой-либо внешней камеры или системы отслеживания движения, так как все измерения и вычисления производятся на борту. Во-вторых, все обучение искусственного интеллекта выполняется в симуляции, без необходимости переходного этапа от симуляции к реальному миру. Швейцарская компания Flybotics разработала серийный дрон для инспекции внутри промышленных сооружений. Главное его отличие в том, что это бикоптер, причем с вертикальным расположением винтов. Оба винта располагаются в центре корпуса и направлены в разные стороны – вверх и вниз. Каждый ротор закреплен на подвижном механизме, который позволяет отклонять его ось и наклонять дрон в нужную сторону. Дрон оснащен защитным корпусом, камерами, работающими в видимом и инфракрасном спектрах, и мощной светодиодной подсветкой. Инженеры из Вашингтонского университета представили ультракомпактный датчик, который можно прикреплять и сбрасывать с микродронов и крупных насекомых. Датчик крепится с помощью механического замка, который можно дистанционно открыть, чтобы сбросить датчик на землю. Размер датчика 8 на 10 миллиметров, а его масса 203 миллиграмма. Он состоит из аккумулятора, датчиков температуры и влажности с передатчиком, а также активного сцепляющего механизма. Исследователи уже успешно протестировали работу замка и датчика на небольшом дроне, а затем прикрепили его к мотыльку и успешно сбросили его во время полета. HAPS Mobile, совместное предприятие SoftBank и Air Environment, провело испытание высотного беспилотника большой продолжительности полета Sun Glider. Во время 20-часовой демонстрации стратосферный дрон, работающий на солнечной энергии, достиг высоты более 19 километров, обеспечивая покрытие сети стандарта LTE. Sun Glider имеет размах крыла 78 метров и должен будет выполнять полеты на высоте до 20 километров со скоростью до 110 километров в час. Дрон оснащен 10 электромоторами с воздушными винтами и может находиться в воздухе до полугода. В будущем аппарат планируется оснастить системой сотовой связи, с которой смогут работать как наземные терминалы, так и обычные абонентские смартфоны. Предполагается, что диаметр зоны покрытия ретрансляционного оборудования на борту беспилотника составит около 200 километров. Инженеры из университета Осаки научили двух роботов работать вместе, чтобы избежать запутывания в проводах инструментов. Главный робот с двумя манипуляторами работает обычным человеческим инструментом, а робот-помощник манипулирует кабелем инструмента и избегает столкновений с главным. Такая помощь позволяет ведущему роботу брать и откладывать инструменты, когда необходимо, не боясь сбоев. Вторая квалификационная модель твердотопливного ракетного двигателя P120C, сконфигурированная для Arian 6, успешно прошла огневые испытания. Двигатель длиной более 13 метров и диаметром более 3 метров загрузили 142 тоннами топлива, после чего была проведена имитация взлета и первого этапа полета. Проработав 130 секунд, P120C развил тягу около 4500 кН. В будущем, два или четыре таких двигателя будут поднимать новую европейскую ракету-носитель Arian 6, являющуюся одной из мощнейших в мире. Arian 6 будет доступна в двух версиях, в зависимости от требуемой производительности, грузов от 4 до 7 или от 11 до 16 тысяч килограмм. Компания Weima собирается запустить собственные беспилотные такси без водителя и оператора за рулем. Роботакси будут работать в Фениксе и станут доступными для всех пользователей приложения Weima One. Хотя с начала 2020 года примерно 10% поездок на беспилотах Weima уже совершались без оператора, полный отказ от присутствия человека довольно смелый эксперимент. Ученые из Японского института радиологических исследований предложили строить базы и города на Луне внутри вертикальных лавовых туннелей, образовавшихся после извержения вулканов в недрах спутника Земли. Это позволит защитить людей и сооружения от метеоритов и снизить уровень атакующей их радиации открытого космоса. Ширина лавовых туннелей обычно составляет не менее 100 метров, а глубина может достигать 50 километров. Также недавно стало известно, что Япония планирует построить на Луне к 2035 году завод по производству топлива. В Сколтехе создали профессионального автономного робота для ультрафиолетовой дезинфекции. Разработчики во главе с профессором Дмитрием Тетерюковым научили ультработ объезжать движущиеся препятствия и точно позиционироваться на больших расстояниях. Роботу не нужен оператор, и он в 4 раза дешевле аналогов от датской компании UVD Robotics, текущего лидера ультрафиолетовой дезинфекции. Интерфейс позволяет легко настраивать и программировать робота, а его эффективность в уничтожении вирусов и бактерий составляет 95% в ускоренном и 99,99% в продолжительном режиме. В Твиттер был удален аккаунт робота Федор. Предположительно, причиной стал пост, оскорбляющий российских космонавтов. Последним постом в аккаунте стал комментарий к видео 2014 года, на котором космонавты поздравляют с Днем Тигра с борта МКС. В тексте комментария содержались просьбы вернуть робота на МКС, так как он лучше справляется с обязанностями, чем люди, а также прямой намек на то, что красные лица космонавтов свидетельствуют об алкогольном опьянении. Начав с публикации новостей о подготовке к полету на МКС, в дальнейшем робот стал комментировать российские и зарубежные космические новости, а в последнее время и вовсе перешел на шутки и комментарии к политическим событиям. А как вы думаете, почему был удален аккаунт Федора? Пишите в комментариях. Посмотрите на надувной электровелосипед Пойма, разрабатываемый в Токийском университете. Пойма, Portable и Inflatable Mobility, можно переносить в рюкзаке, доставать и быстро надуть с помощью небольшого насоса. Исследователи протестировали Пойма в Японии, где люди сказали, что он прочнее, чем они ожидали, на нем весело кататься и что они хотят использовать его со своими детьми. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и не забывайте писать в комментариях, что больше всего удивило вас в этом выпуске. Пойма. Поехали. Спасибо. Спасибо. Поехали. Поехали.